Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Бевышева. Настоящее СИЗО за ненастоящее убийство. Что апелляционный суд решил по организатору покушения на Бабченко? Жертвы урожая во Львовской области массово травят детей гербицидами. Кто виноват, агрофирмы или родители? Сюрприз от Кима. Ядерных объектов в Северной Корее оказалось гораздо больше, чем думали. До всех ли дотянутся руки? Две недели для Меркель. Канцлеру Германии выдвинули ультиматум давней партнеры по коалиции. Чего требуют? Две пленарных недели до конца сессии. Никаких грандиозных планов. Верховные радио в ближайшие дни хотят посвятить вопросам нацбезопасности. Впрочем, куда больше депутатов беспокоят газовые темы. Сразу несколько глав фракции потребовали отчета от главы «Нафтогаза». Почему все так хотят видеть Коболева и что хотят от него услышать? Подробнее в нашем материале. После предыдущей пленарной и насыщенной недели предстоящие обещают быть полегче. Хотя завтра нардепы все же планируют укомплектовать законодательную базу для создания антикоррупционного суда. Для чего нужно проголосовать за два технических документа. Еще залишилось проголосовать за два достаточно технических законопроекта. Первый, первый, про внесение, про запуск антикоррупционного суда. Он будет внесен уже завтра, вызначенный как неведкладный. И также законопроект 74-41 про внесение изменений до законопроекта по судоустрит на статус судов. В Комитете по нацбезопасности тем временем готовят ко второму чтению закона нацбезопасности. Тот самый, который призван адаптировать украинскую армию к стандартам НАТО. После принятия в первом чтении эксперты ПСА обратились с пропозициями о ряде уточнений по данному закону. В частности, касается поселения гражданского парламентского контроля надзвройными силами, создания специализированного комитета по развитию структуры Верховной Рады Украины. И на заключенной рабочей группе большинство этих пропозиций было адаптировано. Нет его подготовленного к другому чтению. Есть неведомый текст, написанный неведомыми людьми, в неведомом месте, в неведомый способ. В законопроекте нет ни стандартов командования и управления соответственно до НАТО, ни парламентского контроля за разведкой, ни парламентского контроля за оборонным бюджетом. По планам спикера, зал увидит документ в среду, тогда же начнет рассматривать. К нему около тысячи поправок справиться планируют в четверг. Но главы фракции предлагают задуматься не только о национальной безопасности, но и энергетической. Сразу несколько полицил вызывают в Раду главу «Нафтогаза» для разговора. Вопросов целый список недоумения вызывают не только премии сотрудникам на 46 миллионов долларов. Сегодня вся страна увидела премии за суд с Российской Федерации, с «Газпрома». Это высший пилотаж цинизма. Я, дорогие, увидел величезную тревогу в очах руководителей органов местного самоврядувания. Эта тревога вызвана сообщениями «Нафтогаза» про отключение газа от объектов теплокоммуненерго. Как никогда на часу постановы 8108, которую мы зарегистрировали, которая будет защищать объекты поливно-энергетического комплекса в период опаздывания сезона. Негайно вызвать пана Кобелева на звезд в парламент. Компания, которая задекларировала 1,7 миллиарда долларов прибутков, просит, бегает по свету, 250 миллионов долларов на закупку газа на следующий год. «Навіщо? Під які відсотки? Для чого це зроблено?» «Ми дізнаємось про те, що виявляється Кобелев і введе переговори з Соросом про продаж Укргазвидобування». «З урахуванням того великого суспільного резонанса, який викликали певні дії керівництва «Нафтогазу», ми підтримуємо ініціативу для того, щоб керівник «Нафтогазу» був викликаний до парламенту, для того, щоб відбулася бесіда, як-то кажуть, з перших вуст ми почули про всі ці речі і приймали вже рішення». Кромі глави «Нафтогаза» в Раду зовуть і міністрів. «Я вважаю, що уряд повинен відзвітувати перед парламентом, як він відпрацював два роки, і що він планує діяти в сьогоднішній ситуації, коли в країні вирує економічна криза. Найбільш кричущий випадок – це ситуація в угільної галузі. Завтра шахтарі приїжджають перед Верховною Раду вимагати погашення заборгованості зарплати. Сьогодні 33 державні шахти, які працюють в Україні, мають заборгованості за зарплати з березня. 30 тисяч людей залишились без зарплати. Тому законопроект 83-62 повинен бути завтра прийняти в парламенті. Цей законопроект надає зміни до бюджету, які дозволяють розв'язати погашення заборгованості зарплати. Придет ли правительство под купол – непонятно. Пока известно, что члены Кабмина і прем'єр приглашені на засідання профільного комітету, де должны заслухать отчет о результатах выполнення программы деятельності Кабмина в 2017-м году. А вот вопрос посещения парламента руководством «Нафтогаза» пока остался только требованием. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Іван Єрмаков. Подробності – телеканал «Интер». Президент не допустит пересмотра реформы децентрализации. Об этом Порошенко заявил на украинском муниципальному форумі. По словам главы государства, это одна із самых эффективних українських реформ і частина антикоррупційній стратегії. Порошенко подчеркнув, що децентрализация соответствує інтересам регіонів і европейським нормам містного самоуправління. Кроме цього, це сократило влияне государства на розпределення денег в містних бюджетах. Курс виявився абсолютно правильним, а децентралізація виявилася результативно. Це значно посилило матеріально-фінансову спроможність органів місцевого самоврядування і збільшення надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень відповідного періоду минулого року до відповідного періоду минулого року становить 24%. За рік 65% збільшли бюджетні надходження об'єднаніх територіальних громад. Кабмін совмістно з силовиками разработав схему по боротьбі з контрабандою на таможні. Об цьому прем'єр заявив после встречи з генпрокурором, руководителями СБУ, НАБУ і ГФС. По словам Гройсмана, таможні органи потрібно реформувати по стандартам Євросоюза. Следують також упростити процедуру розтаможки грузів. В минулому році всі наші зусилля, які ми спрямовували на дітінізацію роботи митниці, дали додатково бюджет 70 мільярдів гривень. Я переконаний, що десятки мільярдів сьогодні є в кишенях тінівиків, тих, хто займається схемами, хто кришує контрабанду. І зараз ми розуміємо, що там гуляють крупні рибини, яких потрібно виловити і навести порядок. Нам потрібна повна консолідація. Я радий, що весь силовий блок сьогодні засвідчив повну готовність і рішучість в боротьбі з контрабандою. План у нас є готовий, ми презентуємо його протягом тижня, але я вже сьогодні всіх побережаю. Стережіться і починаєте служити державі, і кожна гривня має бути в державному бюджеті. Борис Герман остається під стражей. Таке рішення приняло апелляційний суд столиці. Тому защита требовала смягчить меру пресечення главному подозреваемому в организации покушення на журналиста Аркадія Бабченко, расскажет Александр Васильченко. Апелляційний суд Києва. Вместе с журналистами начало засідання ждуть родственники подозреваемого Бориса Германа. С прессой общаться отказываются. Ничего не буду говорить без адвоката. Слушання починається хадатайства адвокатів, просять смягчити меру пресечення. Утверджають у подозреваемого проблемы со здоров'ем і задерживали його з нарушенням закона. В своїй невиновності судей пытался убедити і сам Герман. Он заявив, що сотрудничав з сотрудником контрразведки, хоча фамилию його не знає. Рассказал я при словутом списці на ліквідацію, але Бабченко, по його словам, там не було. Все обвинення в свій адрес Герман отрицає. Тому ж ввені нет офшорних компаній, щиток і пілик за границей. Біжати мене не буде. У мене бить ніяких очевидних пресечення і пілик не може. І я не ідиот, хоча б мене приставити в цьому судебному збиратися. Ну вот прокуроры считають, обвинення против Германа обоснованні, і що касається смягчення меры пресечення, вони категорически против. Від статья тяжкає. Проведя 20 минут в совіщательній комнаті, судьи вносять решення. Ходатайство адвокатова ставить без удовлетворення. Обвиняємий пробудет под стражей до конца июля. Тем временем в Генпрокуратуре сообщили, по делу Бабченко задержали еще одного подозреваемого, который причастен к организации преступлений. Александр Васильченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. Решение это принял Совет Европы. Ограничения касаются граждан Евросоюза и европейских компаний. И включает запрет на инвестиции в экономику полуострова, на продажу на его территории европейских товаров и технологий, и также на вывоз крымской продукции в страны ЕС. Кроме этого ограничивает деятельность туристических компаний. Среди прочего, европейские круизные суда не могут заходить в крымские порты. Санкции эти будут действовать до 23 июня следующего года. Боевики на Донбассе реже открывают огонь, но по-прежнему применяют крупные калибры. Сегодня из четырех обстрелов два были запрещенных орудий. Украинским военным приходилось стрелять в ответ. Все подробности знает Геннадий Вивденко. Вот такая приспособа. Ромату вставили. ЧК зафиксировали и все. У нас усики разогнули, все. Надува закрутили. Вставляем обыкновенный холостой патрончик. Вводимся, стреляем. Граната летит 100-150 метров. С такой штукой. Ну и взрывается над головой. Пластиковая чашка. Ее привозят на передовую волонтеры. Благодаря ей обычную гранату РГД-5 можно бросить дальше, чем на 30 метров. И накрыть вражеского снайпера или пулеметчика. Идея старая. Но учитывая запрет использования тяжелого вооружения, пригодилось. Говорят, что во Вьетнаме такое использовали. А это уже наши умельцы. То есть наточили на этой стороны. То есть получается все нормально. Скидать можно. В ответ противник открывает огонь из зенитных установок. Тридцатки. ЗУ называется. Зенитная установка? Да. Ты не сдалека их даже не достанешь после этого. То есть он застрелялся и уехал. Вот результаты работы вражеской зенитной установки. Покосило деревья. Слава Богу, не попали. Украинские бойцы все живы, здоровы. Только лес подпортили. На старом военном складе нашли пулеметы, которым более 50 лет. Руководство батальона распорядилось их забрать. Раритет стоит. Минтажный пулемет. Вот он наш красавец. Ветеран двух воин. Это не антиквариат. Это хорошая штучка, которая до сих пор не утратила своей актуальности. Господа, с которыми мы так разговариваем с его помощью. Как только он начинает разговор, сразу же говорят, все, мы стрелять перестаем. 42-го года. А здесь вот. Здесь вот обозначение. Здесь водяное охлаждение ствола, чтобы не перегревался, как обычный пехотный пулемет. Старый Максим стреляет очень кучно. Не позволяет работать вражескому снайперу. 4-5 лент. В числе него сегодня по ответке выпущено было. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Анатолий Воробей. Подробности. Телеканал Интер из Донецкой области. Национальная сборная Игр Непокоренных сегодня провела первую открытую тренировку. Уготовили бойцы, прошедшие АТО, к обороне на спортивном фронте. Видел Даниэль Снисер. В сборной Непокоренных 15 спортсменов. Все они участники боевых действий. Война пошатнула здоровье каждого. Но несмотря на это бойцы сумели стать лучшими в национальном отборе. В нынешнем году желающих поучаствовать в турнире было почти вдвое больше, чем в прошлом. Организаторы получили более 100 заявок от ветеранов. В свете нас принимают как ветеранов, как защитников. Мы в Украине, мы есть защитниками Украины. В свете понимают, что мы есть защитниками Европы, защитниками всего света, защитниками каких-то демократических ценных людей. Буду брать участь в велоспорте на шоссе, в соревнованиях велоспорта на шоссе и в стрельбе с луками. Ну, а, возможно, еще плавание. Александр едва не погиб возле Дебальцева в 2014-м. Боец попал под вражеский танк. Лишился руки и серьезно травмировал голову. На реабилитацию ушел не один год, а после ветеран решил заняться спортом. В прошлом году был в резерве сборной на играх непокоренных. Теперь же рассчитывает на призовое место. Шансы краще, чем в прошлый год. Дается опыт в прошлый год. И также лучше подготовился. Международные игры между военными, пострадавшими в ходе вооруженных конфликтов, проводят с 2014-го года. Украина дебютировала в прошлом году. Наши военные показали неплохой результат. 14 медалей, 8 из которых золотые. В этот раз спортсмены будут тренироваться сразу на нескольких спортивных базах в Киеве, Белой Церкви, Одессе и Львове. Для министерства это особенно честная миссия. Сделать так, чтобы наша сборная была полностью подготовлена и обеспечена. И во время соревнований в Австралии показала наиболее лучшие результаты. Не только спортивные, но и моральные, и социальные. Участники прошлогодних игр рассказывают, турнир также является одним из способов реабилитации военных после пережитого на фронте. Для кого-то это может стать другим жизнью, другим карьерой. Например, попробовать себя в венбоспорте, в паралимпиадах. У нас есть кандидаты, которые уже себе поставили задачу выиграть олимпиаду, наступную паралимпийскую. Бороться за первенство Украина будет в шести дисциплинах. Плаванье, пауэрлифсинге, легкой атлетике, гребли на тренажере, велоспорте и стрельбе из лука. На игры команда отправится осенью. Соревнования пройдут в Сиднее 20-27 октября. Нашим защитникам будут противостоять 18 команд со всего мира. Данил Снисор, Вячеслав Фролов. Подробности. Телеканал Интер. Утечка, которая взволновала всех. Сенсационные данные опубликовала южнокорейская пресса. Оказывается, американские эксперты насчитали в КНДР тысячи ядерных объектов. Это значит, что разоружить Кима будет не так-то просто. Дмитрий Анопченко выяснял ситуацию в Вашингтоне. Белый дом постоянно трубит об успехе переговоров в Сингапуре. Но до сих пор не до конца понятно, каков план, о чем именно договорились Трамп и Ким. Единственное, что сказал президент США, подписан подробный документ. И ликвидация ядерных запасов Кима начнется очень скоро. Но сейчас, благодаря утечке, наконец-то выяснилось, сколько их этих запасов. Данные американской разведки, которые попали в руки журналистам, свидетельствуют о наличии ни много ни мало трех тысяч объектов, связанных с ядерными и ракетными разработками. Это значит, на то, чтобы не просто закрыть их, а хотя бы просто проинспектировать, понадобится куда больше времени, чем здесь, в Вашингтоне, предполагали. Кима нужно будет уговорить дать доступ в каждый ядерный центр или лабораторию. Убедиться, что они не представляют угрозы, или внести в список тех, что режим пообещает закрыть, задача очень масштабная. В связи с этим военные аналитики даже засомневались, не занялись ли корейцы приписками. Ведь принцип тут уступка за уступку. То есть Ким Чен Ыну выгодно выторговать побольше финансовой помощи и инвестиций. А значит, преувеличить свою ядерную мощь тоже в его интересах. Но пока что власти исходят из оценки, что объектов все же 3000. И если она справедлива, то урегулирование корейской проблемы займет куда больше времени, чем рассчитывали в Белом доме. И есть и объяснение, почему произошла утечка. Пресса считает, что спецслужбы вполне могли сами слить эту информацию. Ведь в последнее время президент Трамп проводит переговоры с КНДР только лично. Он отодвинул всех силовиков в сторону. Вот ему могли и таким образом и намекнуть. Мол, о Нобелевской премии мечтать пока рано. А молниеносной дипломатической победы, увы, не получится. При этом выглядеть миротворцем в глазах избирателей Трампу тоже пока не удается. Свежий опрос агентства «Расмусон-Репортс» показал, 49% американцев считают вероятным, что договоренности с Кимом сработают. Но 44% убеждены в обратном. А значит, в стране ничего не изменилось. Она все так же разделена. И те, кто голосовал за Трампа, по-прежнему поддерживают любые его решения. А те, кто был против, в успех любых его начинаний не верят. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Две недели для канцлера. Министр внутренних дел Германии выдвинул ультиматум Ангеле Меркель. Уже до конца месяца она должна согласовать ужесточение миграционной политики Германии с европейскими партнерами. О серьезном конфликте внутри немецкого правительства. Татьяна Лагунова. Такого в современной политической истории Германии еще не было. На открытый конфликт пошли так называемые партии сестры. Христианско-демократические и христианско-социальные союзы. Которые даже на выборы ходят одним блоком. Все было настолько серьезно, что в официальном Берлине просчитывали самые пессимистичные сценарии. Вплоть до развала правящей коалиции. Разругались партнеры по блоку из-за миграционной политики. Министр внутренних дел и представитель ХСС Хорз Зейхофер заявил. Он намерен прямо на границе разворачивать беженцев, которые уже зарегистрировались в других европейских странах. Канцлер Ангела Меркель и лидер ХДС не согласилась. Дескать, Германия не может действовать в одиночку. Нужно искать общее решение со всеми партнерами по Евросоюзу. Компромисс искали все выходные и продолжили сегодня. Руководство ХДС заседало в Берлине ХСС в Мюнхене. В итоге министр внутренних дел предъявил канцлеру ультиматум. У Меркель есть время до конца июня, чтобы согласовать это нововведение с европейскими партнерами. И если консенсус не будет найден, ровно через две недели Зеехофер подпишет распоряжение. Меркель условия приняла. Партия поддержала меня и поручила провести переговоры с партнерами на саммите ЕС 28-29 июня. Но чтобы консультации дали результат, нужно правительство, способное действовать, и мандат на переговоры. Он у меня есть. Похоже, в этот раз Ангеле Меркель удастся спасти правящую коалицию от развала. Но то, что такая серьезная размолвка возникла, по сути, в самом начале работы нового правительства, для канцлера однозначно очень тревожный сигнал. Татьяна Лугнова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Если украинцам не вернут субсидии и не начислят достойные пенсии, в стране начнутся массовые протесты. Такое заявление Нардип Каплин сделал после двухнедельной рабочей поездки по Украине. Депутаты утверждают, что если пенсионеров и простых работников не перестанут игнорировать, люди в ближайшее время объединятся против власти. Положительные примеры отстаивания своих интересов, по мнению Каплина, уже есть. В частности, работники Николаевского судостроительного завода все же добились погашения долга. Разом смогли добиться, чтобы первые деньги, а это 3,5 миллиона, на жаль, больше, чем 50 миллионов борг по зарплате, людям начали повертать. Завод 61-го комунара, 61-го комунара, это лидер, на жаль, лидер по заборгованости предприятия, по зарплате перед людьми. Хочу сказать абсолютно четверто и очень прямые вещи. Я бы не увагу на средства массовой информации, в частности вашего телеканала, который единый висветливал борьбу этих людей, я бы не акции протеста этих граждан, я бы не утверждала жесткая позиция моего команды и комитета с питанием социальной политики, и ни одной копейки эти блюда не отримали. Апелляционный суд Киева снизил размер залога для владельцев компании Агромарс, Марины и Евгения Сигал до 5 миллионов гривен для каждого. Свобода для них подешевела почти в 20 раз. Я напомню, владельцев птицефабрики правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнение окружающей среды в Киевской области. Общий убыток, нанесенный Агромарсом, следователи оценивают более чем в 250 миллионов гривен. Все подробности расскажут наши корреспонденты. 9 июня владельцев скандальной птицефабрики в Гавриловке задержала полиция. Рабочий офис семьи Сигал правоохранители брали штурмом, взлабывали двери и проводили обыски. Полиция обнародовала переговоры со владельцев предприятия. Их подозревают в преступной деятельности и умышленном нанесении вреда окружающей среде. Дохлых кур сотнями тысяч вывозили на окраину Гавриловки и прикапывали. Следствие считает, что таким образом супруги-бизнесмены экономили на утилизации курятины. От невыносимой вони и загрязнения почвы отходами страдали местные жители. На этом видео с беспилотника видны масштабы экологической катастрофы. Под незаконный могильник использовались десятки гектаров земли. От крови птиц стала красной даже вода в озерах. Дети начали очень сильно болеть инфекционными заболеваниями горла, носоглотка. И пошли часто как бы ацетон. Выявлено массовое захоронение залишков птиц, которые на сегодняшний день несут потенциальную загрозу на окружающем средовищу, забруднению грунтовых вод, земель. И в первую очередь это здоровье у людей. Евгения и Марину Сигал взяли под стражу на два месяца до окончания следствия. Ранее суд назначил им залог в 90 и 84 миллиона гривен соответственно. Но апелляционный суд Киева уменьшил сумму до 5 миллионов. Адвокат подозреваемых сообщил, все фигуранты этого дела должны выйти под залог уже сегодня. Следствие тем временем продолжается. В ГПУ утверждают, что разоблачили не только многочисленные факты нарушения правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингам. По данным следователей, предприятие также выбрасывает в воздух чрезмерный объем вредных веществ. Убытки в результате загрязнения земельных участков агромарсом следствие оценило в 19 миллионов гривен. Выбросов загрязняющих веществ в 36 миллионов. А ущерб от незаконной добычи природных ресурсов почти в 200 миллионов гривен. Учитывая резонанс этого дела и весьма странное решение служителей Фемиды, мы планируем пристально следить за ходом судебного разбирательства. Андрей Кровец, Вячеслав Никифоров, подробности телеканал Интер. О том, как активисты общественной организации СтопКоррупции зафиксировали раздачу денег так называемой группе поддержки семьи Сигал после заседания суда, мы расскажем уже завтра. Массовое отравление во Львовской области с начала сезона с типичными симптомами за медицинской помощью начали обращаться жители одного из сел. Только за первую неделю 78 человек. Страдают в основном дети и люди убеждены, что виновата местная агрофирма. Так ли это, разбиралась Галина Якушко. Трое из четверых детей Марьяны в последнее время очень плохо себя чувствуют. Все они живут в старом селе в 20 километрах от Львова. Малые швидше страдали разведки кишково-шункового тракта. Донька старшая, ей 16 лет, и, напевно, она имела свой иммунитет сильнейший. И в ней были только высыпания на шкире. Как лекарь сказала, это тучковый дерматит. Марьяна рассказывает, недомогание началось после того, как местная агрофирма стала каждые две недели обрабатывать химикатами поля сои. Ее высадили недалеко от села. С другого боку села, они ближе, и поля до людских, даже будинки. И, в общем, что, наиболее страждаем мы, ну, и эта сторона, власне, села наиболее страждает. Но, ну, и ветром оно разносится и в другой бок села. В сельской амбулатории в последнее время постоянной очереди, рассказывает семейный врач. Жители обращаются с однокипными жалобами. Нам просто водили детей по дороге, которые, ну, блювали фонтаном. И это ничем не занималось, только там мязевыми инъекциями против блювотных средников. Иначе мы не могли, ну, там, година, две, три, дитина беспорядно блюет. Ну, как правило, это детское население, но и не по одиноких випадках дорослого населения. Аграрии не отрицают, поля действительно опрыскивали от сорняков. Препараты применяют эффективные и недорогие. В то же время допускают, что они могли навредить селянам. Теперь же намерены использовать более экологичные. 500 грамм действующей речевины – это глифосад. Она разводится на 200 литров воды. Эти 200 литров воды выливаются на 1 гектар поля. Ну, вы понимаете, какая концентрация минимальная. Ну, если 1 гектар, скажем, нашей коштует 4, то и 8 на 1 гектар. Ну, на 4 доллара дешевле, дороже на гектар. Впрочем, не на камеру некоторые жители села признаются. На своих огородах тоже используют химикаты для борьбы с сорняками и вредителями. Так что, по чьей вине были дети, до конца непонятно. Глина и Кушкири Голубенко. Подробности. Телеканал Интер. Львовская область. Инсектициды также стали причиной инцидента на Волыне. Там в конце мая погибли сотни тысяч пчел. И вот сейчас экспертиза подтвердила, что насекомых отравили. Местное агропредприятие без предупреждения опрыскивало рапсовые поля. Ранее представитель этой компании отрицал обвинение. В Госпотребслужбе подчеркнули, что агрофирма грубо нарушила закон и теперь должна выплатить пчеловодам компенсацию. Правительство Македонии утвердило законопроект о переименовании страны. Новое название Северная Македония теперь должно пройти через парламент и получить поддержку на референдуме. Накануне Скопье и Афины подписали это соглашение о переименовании. Это должно положить конец 27-летнему спору между этими странами. Однако довольны не все. В обоих странах не утихают протесты националистов. В Скопье в ходе столкновения с полицией пострадали 17 человек. Около 10 активистов были ранены в Греции. Конфуз в британском парламенте. 71-летний депутат Кристофер Чоп заблокировал законопроект, запрещающий апскертинг. Что это за явление, если вы не знаете, и почему Чоп оказался единственным депутатом, который даже не захотел рассматривать документ, расскажет Светлана Чернецкая. Презрение и насмешки. Кристофер Чоп в последние дни стал одним из самых обсуждаемых депутатов британского парламента. 71-летний консерватор в этом году получил рыцарское звание за политическую и общественную службу. Теперь к нему обращается сэр Кристофер. Но ничто не помешало коллегам кричать в его сторону позор, когда депутат заблокировал закон по апскертингу. Буквально слово переводится как задирание юбок. Речь идет о тайном фотографировании женщин с нижней точки, например, на эскалаторе или просто на улицах. Сейчас это расценивают как хулиганство и могут оштрафовать. Новый же законопроект предлагает квалифицировать апскертинг как форму сексуального насилия и наказывать за него максимальным сроком до двух лет за решеткой. Документ должен был с легкостью пройти рассмотрение. Его поддержали и активисты, и кабинет министров. Но в британском парламенте, чтобы заблокировать законопроект, достаточно устного протеста всего лишь одного депутата. Апскертинг – это вторжение в личную жизнь. Это унизительно и преступно. Я разочарована, что законопроект отклонили в палате общин. Но сделаю все, чтобы внести документ повторно, уже с подачи правительства. И в этом случае заблокировать документ одним голосом не удастся. И теперь только вопрос времени, когда апскертинг станет уголовным преступлением в Великобритании. Сам Кристофер Чоп уверяет, выступил против законопроекта только потому, что заметил нарушение в процедуре. И вообще в момент обсуждения не до конца понимал значение этого слова. Впрочем, в парламенте Чоп хорошо известен беспричинными блокировками самых разных законопроектов. Ранее он не дал парламенту провести закон о запрете использования диких животных в цирке, о запрете принудительного выселения должников из жилья и многие другие документы. Ну а в этот раз странную выходку сэра Кристофера запомнят надолго. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Загадочная катастрофа в Лондоне. Поезд насмерть сбил троих человек. Инцидент произошел на станции Лоубера. Рано утром на место вызвали транспортную полицию, которая обнаружила на путях три тела. Погибшие молодые мужчины от 20 до 30 лет. Как они попали под поезд, пока установить не удалось. Одна из версий. Парни рисовали граффити на вагонах и не заметили товарный состав. Желающих получить статус беженцев в странах ЕС стало меньше, так утверждают в Еврокомиссии. Но несмотря на это, все больше стран блока стремятся изменить условия приема мигрантов. А некоторые призывают расселять их за пределами еврозоны. Елена Абрамович выясняла подробности. Проблема миграции решается. С таким главным сообщением выступила Еврокомиссия. Пока Германия пытается преодолеть политический кризис, возникший из-за беженцев, а Франция и Италия обсуждают план, куда бы расселить мигрантов за пределами ЕС, Брюссель рапортует об успехах. Европейское агентство по вопросам просителей убежища обнародовало статистику, что наблюдается снижение количества запросов на получение статуса беженца по сравнению с предыдущим годом на 44%. И эти данные соответствуют нашей информации об уменьшении миграции на границах ЕС. В 2017 в Евросоюзе зарегистрировали около 700 тысяч прошений о международной защите. Годом ранее подали 1,3 млн заявок. Больше всего обращений шестой год подряд в Германии. Вторая по количеству просителей – Италия. Из-за чего на прошлой неделе итальянское правительство закрыло два порта, не пустив корабли с беженцами. Отказ 630 отчаянным людям высадиться в порту в безопасности – это не победа, это позор. Врачи без границ осуждают любое европейское правительство, которое предпочитает получить политические очки вместо спасения жизней в море. Правительство Италии настаивает. Систему распределения беженцев нужно срочно менять. Ведь, например, поляки и венгры не принимают мигрантов по установленным квотам. Согласна с этим и Франция. Ходотайство об убежище люди должны подавать еще в странах, откуда прибывает. А Дания и Австрия предлагают отправлять мигрантов в государства, которые не являются членами ЕС. Из Брюсселя Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Кто в британской королевской семье сыграет первую гей-свадьбу и какие свидетельства жизни на марте нашли ученые? Обо всем этом прямо сейчас. Из князи да в грязи. Зять короля Испании Хуана Карлоса прибыл в тюрьму для отбывания наказания. Инияки Урдангарин, супруг инфанты Кристины, осужден за финансовые махинации. Следующие шесть лет он проведет в мужском модуле женской тюрьмы в 100 километрах от столицы. Это корпус на пять камер. В нем есть столовая, двор и камеры для свиданий. Урдангарину позволили самому выбрать место заключения из 80 вариантов. Первый гей-брак в британской королевской семье. Как пишут таблоиды, кузен Елизаветы II, лорд Ивар Маунт-Беттен, сыграет свадьбу со своим партнером Джеймсом Койлом. Они поженятся этим летом в частной часовне в Девоне. Под венец 55-летнего Ивара поведет его бывшая жена Пенелопа, которая знала о нетрадиционных склонностях мужа и поддерживала его. В этом браке родились трое детей. Погребен заживо. В Австралии художник Майкл Парр три дня пролежал похороненным под оживленной трассой. С помощью такого смертельного перформанса он хотел привлечь внимание к факту жестокого обращения колонистов с австралийскими аборигенами. Правда, во время добровольного заточения у художника был неограниченный запас воздуха, воды, обогреватель, постельные и письменные принадлежности, а также книги и свет. В Китае пассажир автобуса успел выхватить руль из рук водителя, который внезапно потерял сознание. Инцидент произошел в городе Ваньчжоу, провинции Джэньцзянь. То, что шоферу стало дурно, заметили два пассажира. Один из них свернул на обочину и остановил автобус. В салоне было 30 пассажиров. Никто не пострадал. Водителю вызвали скорую. Есть ли жизнь на Марсе? По крайней мере, могла быть. К такому выводу пришли планетологи университета Джона Хопкинса в США. Они исследовали геологическую структуру на Красной планете, которая называется Разлом Медузы. И пришли к выводу, что она образовалась из-за извержения вулкана более трех миллиардов лет назад. Это, по мнению ученых, привело к возникновению водоемов на Марсе и, возможно, жизни. В США собака помогла найти потерявшуюся в кукурузном поле девочку. Трехлетняя Рэми Эллиот пропала в городе Кьюлин, штат Миссури. Ее искала целая поисковая группа с вертолетом, но найти малышку до наступления темноты не удалось. К счастью, с Рэми был домашний йоркширский терьер. Всю ночь пес не отходил от ребенка, а к утру, зачуяв спасателей, стал громко лаять. Девочка не пострадала, ее только покусали комары. Украина на пути к толерантности. Вчера в центре Киева прошел масштабный марш равенства. В шествии, по данным организаторов, приняли участие 5000 человек. Акция в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества проходила в Украине не впервые, но только в этом году удалось избежать серьезных эксцессов. В мероприятии приняли участие не только представители ЛГБТ, но также украинские и европейские политики, в частности Ребекка Хармс, Майкл Ротт и Эрнст Райхель. Свобода выражения взглядов – один из главных атрибутов гражданского общества. В США и Европе не боятся открыто говорить и о своих религиозных взглядах. Актеры Чак Норрис, Дензел, Вашингтон, Райан Гослинг, а также такой известный боксер, как Холифельд, не раз заявляли о важности толерантности к религии. Что это означает? Свобода выражения на Западе в нашем следующем материале. Канцлер Германии Ангела Меркель, Баррек и Мишель Обама, Билл Клинтон и нынешний президент США Дональд Трамп. Актер Чак Норрис и певец Боб Дилан, а также лидер британской группы Ютуб Боно. На Западе протестантские церкви посещают миллионы. Одни из самых известных американских пасторов – Ральф Нейбор и Бенни Хин. Послушать их проповеди люди съезжаются со всего мира. Именно Бонни Хин, известный боксер Эвандер Холифельд, считает себя обязанным легендарной победой над Майком Тайсоном, откусившим ему ухо в 97-м. За два года до этого боя у уже тогда известного на весь мир боксера обнаружили порог сердца, поставив крест на его карьере. Именно вера, как считает Холифельд, помогла ему излечиться. Миллионы людей посещают протестантские церкви в соседней США, Канаде. Крейг Питтс – пастор одной из крупнейших в стране церквей – Хайвей Чорч. Дома в тихом городке Берри, поблизости Торонто, он примерный хозяйственник, а в церкви – наставник для тысяч людей. Его конфессия насчитывает тысячи церквей по всему миру. Уверен, различия в культуре и обычаях не должны мешать вере. Католики ли мы протестанты, православные – не имеет значения. Но сражаться друг с другом из-за наших различий – это неправильно. Нужно искать что-то общее. Крейг Питтс – наставник пастора крупнейшей в Украине протестантской церкви возрождения Владимира Мунтиана. У Владимира Мунтиана серьезное и глубокое теологическое образование. Но из-за того, что в Украине он не вписывается в общепринятые религиозные конфессии, будучи независимым, многие завидуют ему. Потому что благодаря Владимиру тысячи людей обретают веру и становятся счастливыми. Уже не раз Возрождение подвергалось и критике, и черному пиару, говорит Владимир. Великая депрессия, когда была в Америке, в эти 20-е годы. Что происходило? Именно протестанты были ответом. Они кормили людей, они проповедовали. И в это же время на нашей земле нас учат тому, что Бога нет. И что самое страшное – это протестанты. И что протестанты – это секта. И это касается не только нашей церкви. Вообще, так, как говорится, окрестили всех. Почему о нас говорят, к примеру, образно говоря, больше. Причина, как я думаю, очевидна. Потому что очень сильно и очень быстро мы растем. Уверен, главный ответ на критику – реальная помощь людям. Ежемесячно фонд Возрождения помогает тысячам украинцев. Передает старикам еду и одежду, закупает лекарства для онкобольных. Курирует детские дома, помогает проводить операции детям с ДЦП. Регулярно передает помощь людям, живущим в зоне АТО. Также десятки тысяч украинцев и представителей множества других стран регулярно собираются в Киевском дворце спорта на Библейский колледж, который организовывает церковь Владимира Мунтяна. Следующий колледж начнется в середине июля и продлится почти месяц. Преподавать там будут Владимир и Виктория Мунтян, а также приедут пасторы и проповедники со всего мира. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин